Вот только что я встречался с главой Башкортостана, с Рустемом Закиевичем, и публично сказал то, что и вам сейчас скажу. Не случайно Екатерина здесь создала центр российского ислама, потому что самая благоприятная была межрелигиозная и межнациональная атмосфера. И вот на протяжении всех этих столетий это подтверждается. Нет конфликтов. Самые добрые у нас отношения с вами. И в советское время было, и в трудное перестроечное время, и сейчас выступаем по многим вопросам единомысленно, а самое главное, защищаем единство нашего Отечества, межрелигиозный и межнациональный мир. И думаю, что эти наши общие действия являются правильным и хорошим сигналом всему народу. А Россия – многонациональный народ. Россия не может быть ни многонациональной, ни великой. Либо она великая и многонациональная, либо она мононациональная, тогда не великая. Вот поэтому для того, чтобы она была великая, мы все должны вместе трудиться. А величие страны не только в ее экономике, но и в силе духа людей. А вот как раз духовная жизнь является предметом нашей с вами озабоченности. Здесь-то мы и работаем вместе. Вот сегодня я совершил богослужение в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Кафедральном соборе Уфы. При большом стечении народа тоже говорил о необходимости укреплять добрые отношения между православной и исламской общиной, как в Башкортостане, так и вообще во всей России. И поэтому хотел бы особенно отметить ваш вклад в дорогой верховный мир. Мы ценим все то, что вы делаете, как вы делаете. Мы ценим ваши яркие и сильные выступления, которые вдохновляют не только мусульман, но и православных людей. Вы знаете, как вас встречают на заседании Всемирного Русского Народного Собора, какие овации устраивают, а там уж точно все православные. И поэтому выступление мусульманского лидера всегда воспринимается с такой любовью искренней, с уважением. И поэтому еще раз хотел бы сказать о вашем большом вкладе в построение многонационального нашего российского общества.